Субтитры создавал DimaTorzok Брестская крепость, крепость-герой, которая первая встала на пути врага. Фашисты рассчитывали заплатить крепость за несколько часов, однако крепость в истории не сдалась. Ни одно полковое знамя не попало в руки фашистов. Мощные удары авиации, наступление танков и пехоты, а крепость не сдается. Разрушены все здания, защитники крепости, их жены и дети спустились в подвалы. Вся территория вокруг крепости была занята врагом, а над ней реял красный флаг. Около месяца продолжалась ее оборона. Ничто не смогло сломить мужество наших солдат. Ни голод, ни жажда, ни потери. В музее Брестской крепости рассказывают легенду о советском солдате, который разражался один на протяжении десяти месяцев. Он был, это был худой, изморченый человек. Он был седой и слепой, потому что в подвале было темно, и когда он вышел на свет, он сразу потерял зрение. На вопрос фашистов, кто ты, он ответил, я русский солдат. Потрясенный мужеством советского солдата, немцы выстроились в шеренгу, а фашистский офицер отдал им участь. До машины наш солдат не дошел, он сразу упал замерзло. В память о подвиге защитников Брестской крепости, городу Брест было присвовано звание город-герой. 30 сентября 1941 года фашистские генералы отдали приказ на наступление на Москву. Началось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Вся страна стала на защиту столицы. Руководил защитой Москвы генерал армии Георгий Жуков. Фашистское командование поставило задачу овладеть Москвой к октябрю 1941 года. Однако ни взять, ни окружить Москву Гитлеру не удалось. В боях с врагом прославился летчик Талалихин. Он первым в мире применил таран и начинал воздушную бою. Солдаты, гранатометчики, пулеметчики тоже отличились в боях под Москвой. Особенно дивизия, которой командовал генерал Панфилов. 28 панфиловцев преградили путь врагу. Солдаты врылись в землю. Приготовились к бою. К окопам начали двигаться немецкие танки. Сосчитали их солдаты. 20 штук начали. Ступили герои в бой. 14 танков подбили. Уцелевших 6 отползли, но ненадолго. Снова ползут немецкие танки. Теперь их уже 30. И тогда паритрук Кулачков произнес. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва. Стойко сражались герои-панфиловцы. Доказали, что мужеству нет предела. Жители Москвы также защищали свой город. Копали рыбы. Тушили зажигательные бомбы. Стояли у станков. Делали оружие. За масло героизм и мужество городу Москве было присвоено звание «Город-герой». По первых проезжений под Москвой, Гитлер отдал приказ захватить Сталинград. Выход к Волке и захват Сталинград мог обеспечить фашистам успешного разрушения на Кавказ. Кого детям и богатством. Наши команды сделали все, чтобы задержать врага. Срочно были выделены вверх зеркальных армии. Между Волкой и Томом создали Сталинградский округ. Из города эвакуировали детей и женщин стариков. Фашистские генералы получили приказ стереть сельца земли гор на Волге. А наши большие шагу назад за Волгой, за Роман Семьей, зашистники Сталинграда стояли как скалы. 23 августа 1942 года тысячи самолетов с зерними крестами взлетели к Сталинграду. Они сброшили жилые кварталы сотни полков. Горело все, росли здания, город был окутан дымом. Гидеру доложили, Сталинграда больше нет. Все живое уничтожено. Немецким войском был отдан приказ в сеть города. Фашистам удалось прообразить на грани Сталинграда к тракторному заводу и дубовому округу. Однако их сам встретили рабочие, добровольцы, чекисты, синичики и гурсотворенно учились. Весь день и всю ночь шел бой. Кои фашисты не вошли. Сели миру известен Мамакурган, самая высокая точка в городе. Дели слегка на кровопролитные бои. Несколько раз в вершине кургана приходила за руку руки на нашу калиметский воскан. Играли свои музества. В Сталинграду было предположено звание «Город-герой». «Город-герой». «Город-герой» «Город-герой» Для севастопольцев война началась 22 июня 1941 года, когда вражеская авиация сбросила на город первые бомбы. Прорыв немецко-фашистских войск в Крым с 1941 года создал непосредственную угрозу Севастополю. Враг стремился обладать городом сходу, но натолкнулся на героическую оборону. Севастополь защищали войска Приморской армии, моряки Черноморского флота и жители. Фашисты подошли к городу, блокировали город суши. Только море можно было доставить, оружие, продовольствие и свежие военные силы. Немцы понимали это и заминировали все морские пути. Чтобы взорвалась обычная мина, корабль должен был ее задеть. Магнитная же мина взорвалась на расстоянии. Вот лежит такая мина на дне моря или залива и ждет, пока над этим местом пройдет корабль. И сразу вернув страшный взрыв. Что же делать нашим войскам? Старший лейтенант Дмитрий Глухов вызвался проложить проход для наших судов. На своем быстроходном катере он промчался по минному полю. Скорость катера была быстрее, чем время, необходимое для взрыва. Мины взорвались, но катер уже успел отойти на безопасное расстояние. Мчится катер с шелой вперед, а за ним взрыв 2, 3, 4, 11 взрывов. Так был открыт проход для наших судов. 9 мая 1944 года Севастополь, город русской боевой славы, был освобожден. За удалившиеся заслуги перед Родиной ему было присвоено звание «Город-герой». Одесса – это большой красивый морской борт на берегу Черного моря. Фашисты настолько были уверены в быстром захвате города, что направили туда посмогнули румынские войска. Они говорили, захватите и Одесса ваша. Тысячи гаража в репе окопа против фатанковые рыбы строили блендажи. Малькие дети помогали взрослым. Носили воду, поливали швы между камнями, чтобы цемент спаял их крепче. Фашисты захватили водопроводную станцию. Город не перестала печь вода из града. Фашисты надеялись, останется Одесса без воды. Сдастся обязательно. Люди страдали от жажды. Мутвость не покидала. Очень храбро сражались под Одессой лёгчики и артиллеристы. Они стреляли по фашистным кораблям в колонны. Героически сражались на деки десантники, которым немцы прозвали Чёрную Семерку, а также партизаны. 10 апреля 1944 года наши войска освободили Одессу. Там был предгероизм Великой Отечественной войне. Одессе призвало название Город-Герой. Сталинград – это город воинской славы. Сталинград – это город-герой. Там на битву сошлись предержавы. Кровь лилась там Великой рекой. И фашистскую Чёрную Силу окружили и взяли в котёл. И немало леготов в могилу наших дедов, отцов и сестёр. На Мамарии, в Андрееве, в Кургане, где герои отчизны лежат. На горит негасимое пламя, и с мечом стоит рули на мать. Слава павших боятся победу, слова павших боятся страну. И примеры отцов наших дедов пусть послушал в ведущем бою. В Великую Отечественную войну в районе Смоленска произошло одно из важнейших для нашей страны событий. Фашистская армия впервые с начала войны вынуждена была остановиться и перейти к обороне. До этого они только наступали. Фашистскому командованию казалось, что перед Днепром и Западным виной они уничтожили чуть ли не все советские войска. И стоит пройти до этих рек, как выстрелы мощным ударом, они смогут вершить разгром Красной армии и без помех восьмой к Москве. Действительно, потери наших войск были очень боевшими. А у противника в Смоленско-Московском направлении действовала самая мощная группа армии «Центр» под командованием генерала Бока. Множество танков, самолётов, орудий. Однако рано радовались немцы. Русские сражались с неслыханным борством. Героически защищала наша армия Смоленск. Поражая мужеством даже немецких генералов. Именно в боях за этот город зародилась Советская Гвардия. Однако силы были генералами. 29 июня, в 6 часов без перерыва, фашисты бомбили Смоленск. Город лежал в руинах. Дым и огонь высоко поднимались в небо. Только на огромном энтузиазме сдерживали насти с крока защитники Смоленска. Женщины, подростки, дети под огнём вытаскивали раненых, подносили снаряды. За мужество и стойкость, массовый героизм. Городу Смоленску присвоено звание «Город-герои». Смоленск и Тула, Киев и Воронеж, Своей прошедшей славы и горды, Где нас у землю послами тронешь, Повсюду из минувшей следы. Нас дарят кладами былое время, Копни лопатой и найдёшь везде. Тут в Данцове, отковная стреля, А так в стрелу калёвную ворде. Зарыли в землю много ржавой стали, Те, кто нас подорвал в гостях. Как памятник стоит на пятистале, Так стала Русь на вражеских костях. К нам, древней славы, неусыдным стражам Зывает наше прошлое веля, Чтоб на заржавленном железе вражем И впредь стояла русская земля. Шли солдаты на войну, Так сейчас в свою страну, Рад сошмелись врагом, Ради матушкой за дом, Ради дружных летей, Ради солдатых болей, Сты солдаты на войну, Замерили песню в Англию. Больше ли мы Россия, И по небу синий, Разлетаем, дырный край дорогой. Нет на свете старше, чем Россия наша, И чтобы здоровье нету дорогой. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все, Россия, нас, и другой столбик нет такой.